На протяжении почти уже полугода в Центральной библиотеке Красноармейска проходит акция «Книги Донбассу». Она организована партией «Единая Россия» совместно с Минпросвещением Российской Федерации. В первые дни акции в библиотеку принесли порядка ста книг. Сейчас набралось уже более тысячи экземпляров. И мне кажется, очень важно, чтобы в библиотеках Донбасса, в школьных библиотеках, в публичных библиотеках были лучшие книги. И мне очень радостно, что жители нашего города откликнулись. Это нужно для того, чтобы на Донбассе знали, любили и разговаривали на русском языке, и знали нашу культуру, потому что мы теперь одна страна. Любой желающий может передать в дар произведения русских классиков, детскую и художественную литературу. За все время проведения в акции приняли участие не только жители города, но и образовательные учреждения. В детском саду «Светлячок» эту инициативу поддержали сразу. Вы знаете, когда объявили эту акцию, а у нас мир дошколят свой, отдельный мир, это мир чудес, мир сказок. И мы знаем, что у каждого ребенка есть свой сказочный герой. И мы хотели бы сделать такой новогодний подарок детям Донбасса, чтобы книжки обрели своих новых читателей. А у детей сбылась мечта. Они собрали четыре коробки с книгами. Участие приняли как родители малышей, так и сотрудники детского сада. Ребятам объяснили, для чего и кому нужно отправить книги. Для детей Донбасса. А почему вы их собирали? Потому что у них там уже все, и некоторые книжки уничтожили. Так, и зачем им нужны тогда книжки? Чтобы читать. Все книги сложили и упаковали. За этим следили депутаты Совета депутатов округа Ольга Каравайцева и Михаил Сухарев. Теперь коробки с литературой отвезут в местное отделение партии «Единая Россия» для дальнейшей отправки в Луганскую и Донецкую народные республики. Напоминаем, что в нашем округе открыто четыре пункта приема литературы. Все адреса вы видите на экране. Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Новости Большого округа. Новости Большого округа. Продолжение следует...